Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжаем говорить о силах души и сегодня желание. Находимся в прекрасном офисе Вейкра в Иерусалиме. Я тут, конечно же, из этого места прекрасно, очень вдохновляюще говорить о желаниях. Что это такое желание? Вот человек что-то хочет. Хочет что-то изменить в своих привычках, хочет приобрести новую профессию, хочет научиться чему-то и так далее. Человек иногда получается, иногда не получается. Даже человек знает, ему говорят, ну вот человек, покуди ей. Он говорит, ну я хочу, но не могу. Ему говорят, ты недостаточно хочешь, и что делать? Но наши мудрецы говорят об этом много. Они говорят, во-первых, что ничего не стоит перед желанием. То есть, все можно достичь, если есть достаточное желание. Но еще они говорят такую вещь, что по факту желание, она функция веры. Потому что, чего мы не верим, если мы не верим, что мы чего-то можем достичь, ну мы это и не сильно хотим. Так что сначала надо поверить в то, что мы можем в это достичь. И об этом надо молиться. И если еще точнее, надо молиться о желании. Потому что, ну вот вы знаете такую ситуацию, человек даже знает, что он хочет, должен что-то поменять в своих каких-то привычках. Или хочет приобрести новое знание. Но он хочет в голове, но в сердце как-то он не хочет. Или недостаточно хочет. То есть, что надо делать? Надо молиться о желании. Надо попросить Всевышнего того, что он все может. Знать, что он все может. Что он хочет самое лучшее для нас. И надо попросить, помолиться, чтобы усилил наше желание. И тогда только вот через молитву мы можем получить новые желания или усилить эти желания. Или, как говорится, спустить их в сердце. Чтобы это желание было не только в голове, но и вот прямо, чтобы был драйв такой. И вот это вот хотелось сделать по-настоящему. Потому что не так, как, может быть, интуитивно это кажется, что мы влияем на свои желания. Влияет на наши желания Всевышние. И мы у него можем попросить эти желания. Самое плохое, когда ничего не хочется. И тогда надо просить, хотеть, чтобы хотеть. Вот просить я хочу хотеть. Я хочу желать просто. Потому что вот это вот тогда уже тяжелая история. Если человек ничего не хочет. Так что давайте еще раз заквершим эту тему. Желание – это великая сила. Это хорошая сила. Надо желать хороших вещей для себя и для других. За желание нужно молиться. Нужно молиться за специфические желания. Нужно молиться о желании, о драйве этом вообще. И еще нужно помнить, что желание – они функция веры. Что когда человек верит, что он может, значит у него это получится. Всего самого хорошего. Удачи!